Доброе утро, дорогие друзья! Извиняюсь, была у меня непредвиденная ситуация. И я не мог, не мог начать вовремя урок. Вот сейчас как раз попробуем восполнить перерыв. Надеюсь, что не все еще разошлись. И есть, может быть, кто-то, кто сможет сейчас поучиться чуть-чуть. К тому же у меня есть еще... Нету с собой книги. Книга у меня в телефоне. В телефоне сейчас все книги, поэтому мне что-то по памяти сегодня. Давайте я вам расскажу. То, что меня очень сильно волнует. Не то, чтобы меня очень сильно волнует, то, о чем я думаю. Значит, мы находимся в книге Берешит. Глава Берешит. Мы начали недельную главу Берешит. И как начали новый цикл изучения Торы. Берешит, Барайл Адим, вначале сотворил Бог. Это Шамаев, это Арыц. Землю, небеса и небо. И Арыц это Това Вавову. Вначале был хаос. И так далее. И вот, значит, мы приближаемся уже... Вчера мы дошли до третьего дня. До третьего дня. Сегодня четвертый день, когда были созданы светила. Четвертый день были созданы светила. Было создано, светило, значит, как бы все небеса и все, что на небесах, было создано раньше. И уже были и звезды, и солнце, наверное, было. Но есть разные мнения у мудрецов. Есть, которые говорят, что солнце включилось. То есть оно начало светить. То есть вы знаете же, на солнце происходит термоядерная реакция. Постоянно взрывы такие огромные. И солнце вырабатывает свет, тепло. Энергию шлет на землю. И есть такая интересная, как в устной торе, такая как часть, где говорится о том, что вначале и солнце, и луна, они были равновлияющие. Они были большие светила. А потом луна стала маленьким светилом. И опять же, вы знаете же, что луна, она нам не светит. То есть луна, она отражает солнечный свет. Своего света у луны нет. И вот этот вот момент, что есть наша жизнь, вот, да, земная жизнь, вот то, как мы живем здесь. Есть целое солнце, звезды, луна, созвездия, времена года. То есть есть такие большие-большие какие-то влияния, которые приливы, отливы. Знаете, есть такие большие влияния, которые на нас влияют. Эти влияния очень неоднозначны, очень неоднозначны. Очень много есть внешних, очень много есть внешних влияний, которые идут на человека. И они противоречивы. И вот тут я видел такое интересное размышление Вот многие говорят, вот Бог, да, Бог А есть же много разных сил Солнце, Луна, какие-то в древнегреческом мифологии были какие-то там, они назвали это Боди У римлян были какие-то свои Боди, там, у каких-то свои идолы И они думали, что есть отдельные силы в мире Есть отдельные силы в мире, которые, которые, они воюют друг с другом Война там зла и добра, света с темнотой Есть там, знаете, вот эта греческая мифология, разные Боди, которые Ну, смотрите, они называли, вот эти вот идолопоклонники называли разные влияния, назвали разными именами И им поклонялись Но мы, которые верим в единого Бога, мы знаем, что Бог, он един Но мы называем Бога, есть Бог, а есть всесильный Который всесильный, которые вот эти вот все силы, все законы природы и так далее Но они выглядят разными Теперь я видел такое очень красивое объяснение, чтобы нам было понятно, что Бог все-таки един И даже если нам кажется, что силы разные Тут сила одна, тут сила другая, тут добро, зло, планеты, созвездия и так далее Но какое у нас есть простое, понятное доказательство, что Бог един Бог все равно, он един, и он один И все эти силы, они являются его проявлениями Знаете, какое доказательство? Очень простое Если вот вас кто-то спросит, или даже вы сами Вот человек, вот мы возьмем, например, Виктор Мельник Или Лея Каплан Или Наталья Жук Или даже Лазарь Француз Даже Лазарь Француз Если мы посмотрим на любого человека То мы увидим, что он противоречивый Человек, он очень противоречивый Почему? Вот представьте, вы утром проснулись С одной стороны, у вас было хорошее настроение Потом вы что-то узнали, оно испортилось Потом вы хотите одно Потом вы хотите другое Потом вы послушали урок Торы Потом посмотрели это Потом посмотрели новости То есть, если мы посмотрим на человека То человек очень противоречивый В нем есть множество противоречивых каких-то стремлений У человека есть множество противоречивых каких-то желаний То есть, человек, он очень-очень многогранный Но душа-то одна, то есть если ты спросишь, Илана Даниловна, а сколько у тебя душ? В тебе что, 18 человек живет? Илана скажет, нет, я одна. А что ж ты, Илана, сегодня ты в одном настроении, завтра в другом? То ты одно хочешь, то ты другое. Она скажет, ну это я, у меня просто разные состояния, разные проявления, разные настроения, но это все равно я. И вот в этом как раз таком сравнении нам понятно, что как Всевышний, он наполняет, он создал и наполняет все мироздание. Также душа человека, она полностью наполняет его. Но проявления этой души, они бывают разные. В человеке тоже есть высшая божественная душа, которая луч, вот этот вот связь со Всевышним. Есть у человека его дух, его намерение, которым он двигает себя по жизни. Есть у человека его Нефеш, это животная душа, Нефеш-берги-мид, она так называется, животная душа. Она же называется Ецерара, она же называется злое начало, которое его совершенно может вести вообще не туда. Она ведет его, представляете, это одна и та же душа, один и тот же человек. Но животная душа его ведет к исчезновению Икаду, а божественная душа его ведет к вечной жизни. И это все в одном и том же человеке. И это все одна душа, только она состоит из разных влияний. Вот точно так же мы понимаем тогда, что Бог един. Но его проявления, его мироздания, в котором он проявляется, они могут быть очень разнообразными. И нам нет абсолютно никакого смысла называть это разными богами, разными силами, разными названиями. То есть это все проявления одного и того же Бога. Понятно, да? То есть вот мне очень стало понятно после этого объяснения, почему проявления Всевышнего, они разные. Это точно так же, как проявления человека, они разные, но это один и тот же человек. Иногда он может делать абсолютно противоположные вещи. И это не два разных человека, это один и тот же человек. Понятно, да? Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Дальше есть у нас... На четвертый день были созданы звезды, планеты и так далее. На пятый день были созданы рыбы разные, вот эти вот все присмыкающиеся, птицы. А на шестой день были созданы животные. Животные были созданы. И человек. Венец творения. Вершина творения был создан человек. И вот, когда был создан человек, он был как бы квинтэссенцией вот этого всей системы. И Всевышний, он человек, это вершина вот этой вот пирамиды. Такой, знаете, как есть минералы, да? Минералы, там вот эти все, неживая природа, которая вообще вот неживая природа, она так называется. Минералы, таблица Менделеева. Есть потом живая природа, она начинается с растений. Растения, это то, что берет силу из неживой природы, то есть это более высокая ступень, да? Растения, они получают свою силу из неживой природы, из минералов, из земли. И солнечный свет, это тоже солнечный свет, это неживая природа, это просто энергия светов. Представляете, какое-то чудо, что на стыке двух неживых влияний, солнечный свет, который сжигает, уничтожает и просто он сжигает. И минералы, это неживая природа, то есть просто земля, земля, на стыке этих двух вырастает, вырастает растение. И эти растения покрывают весь-весь земной шар и, значит, они же в воде живут в виде водорослей. Тоже интересная такая вещь. Дальше. Дальше есть животный мир. Животный мир это еще более такая сложно организованная структура, которая получает энергию, животные получают энергию от переработки растений. Животные получают энергию от переработки растений. И есть животные, которые поедают друг друга, которые, эти животные поедают друг друга, они получают энергию, жизнь, жизненную силу от переработки других животных. Представляете, какая это система, как это все работает, да, все мироздание. Есть венец творения человек, который перерабатывает, он микроэлементы он пьет, да, люди берут сейчас эти таблеточки, пищевые добавки. А вот я сейчас цинка поем, магния, железа не хватает мне, давай железо поем. Потом, значит, человек, дальше он это все закусил какими-то растениями, да, взял какие-то растения. Очень люди научились брать пшеницу, бросаешь в землю одно зернышко, из него 50 вырастает, и эти 50 зерен делают из него хлеб. И много разных других из растений люди научились делать пищевых продуктов, чтобы получать энергию. И дальше человек берет какую-то корову, убивает ее кошерно, конечно, кошерно убивает, чтобы эта корова, это была энергия в чистом виде, такая чистая божественная энергия, если это кошерная корова или рыбка. И он ее перерабатывает в себя, и она превращается в него. Но интересно, представьте, какое чудо, что человек, он состоит из 30% это неживая минеральная земля, из праха вышел, в прах вернется, 70% это вода, то есть, мое любимое название для тела человека, это вертикально ходящая лужа, вертикально ходящая лужа. 70% воды, 30% земли. И человек в эту свою вертикально ходящую лужу за жизнь запихивает 70 тонн еды, в среднем по 2 килограмма еды в день, и воды заливает, чтобы постоянно поддерживался этот баланс воды и еды. И, значит, и остается таким, какой он есть. Тело, оно такое же примерно, как оно есть. Бывает, что оно становится, конечно, больше, но в большинстве своем в норме тело остается примерно таким же, какой оно есть, начиная с 20 лет и заканчивая там с семью-десятью годами, восьмью-десятью, когда человек уходит. И все это время у него есть внутри божественная душа, которая, божественная душа, которая зашла в это тело, в одну клетку, когда он был еще одной клеткой, зашла божественная душа. И эта божественная душа имеет возможность за счет специальных действий заповедей и Тора набрать, набрать себе потенциала и перенестись на следующий уровень, да, где уже духовный мир. И вот эта душа божественная, она может, находясь в этом мире, не только делать хорошие, правильные, добрые вещи, но есть такие люди, которые, которые, они делают очень много зла. Прям убивают, маньяки, такие страшные вещи люди делают, что просто удивительно. Но самое удивительное, когда люди делают с одной стороны страшные вещи, с другой добрые. Вот это вообще удивительно. Когда человек, который, там, ну, я не буду приводить пример, но есть множество примеров в истории, когда люди, с одной стороны, они делали невероятное количество добра, с другой стороны, они делали невероятное количество зла. А простой человек, он делает это в норме. Чуть-чуть кого-то обидел, чуть-чуть сделал добро, чуть-чуть с кем-то поругался, кому-то помог, чуть-чуть обидел того, сделал добро тому, себе. Там, потренировался, поел здоровой еды, с железом закинулся, всеми микроэлементами, вечером набухался, прям вообще все, полностью уничтожил себе здоровье. Понятно, да? Или отношения человека. Вот этот мир, он такой же многообразный. Также Всевышний проявляет себя в этом мире в разных проявлениях. И самое главное проявление Всевышнего, который многообразен в своих проявлениях, это человек, который также многообразен в своих проявлениях. И что сказал Бог первому человеку, мы узнаем уже завтра. С Божьей помощью мы узнаем завтра, что Бог сказал первому человеку, что он сказал дальше, как он людям говорил, как перейти на следующий уровень, как соединиться с Богом. И как, для чего он создал этот мир, это мы все узнаем завтра, послезавтра, изучая Тору. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Сегодня, извиняюсь за такой короткий урок. Сегодня урок Лерифуа Шлэма для полного выздоровления Моше Бен Ирина. Есть такой очень замечательный парень, который сейчас очень сильно болеет. Находится он в очень тяжелом положении, чтобы Всевышний дал ему полное, полнейшее выздоровление. Значит, в жизни-то иногда есть проявления Всевышнего, что иногда удивляешься, почему есть люди, которые молодые, и они так тяжко болеют, или дети, не дай Бог. И есть люди, которые весь мир хотел бы, чтобы они умерли, а они живут и здравствуют. Понимаете, вот это удивительно. Но, опять же, мы видим маленькую-маленькую часть картины, а Всевышний знает все. Поэтому все это для добра, все это для исправления мира, все это для исправления нас. Дамиру, партнеру, благословение. Значит, у нас есть, мы хотим его очень сильно, вот с Яковом, мы все никак возле Котеля не встретимся. Хотим благословить его, его сыночка, который родился. Слава Богу, да. И значит, чтобы было с Божьей помощью у всех прекрасный-прекрасный день, полный добра. И чтобы вы научились, чтобы мы все научились различать в себе проявления, которые Бог сказал, усиливать, и проявления, которые Бог сказал, убирать. И чтобы у нас все получалось. Рифааш лима, Моши Байдалина. Все, счастливо. И всем, кто болеет.